Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей, и сегодня у нас вместо кухни красоты будет салон красоты! Ю-ху! Сколько лет, сколько зим, я все собиралась пойти в салон, и наконец-таки я нашла салон, нашла мастера, которому решила доверить свои волосы. И сейчас мы отправляемся туда, ну и посмотрим, что она скажет, ну и что вообще и как. Оставайтесь со мной! Здрасте! Здравствуйте! Привет! Привет! Итак, я приехала в салон, со мной будет работать мастер Анна. Всем привет! Посмотрим, что она нам сделает. Большинство моих зрителей проголосовали все-таки за холодный блонд, за платину, так как я не могла никак определиться, какой цвет я и тут, и тут хочу. В общем, мы решили сделать платину. Окрашивает она, кстати, краской Estelle, это замечательно, мы знаем эти все цвета, и мы оставим 1066, но будем еще смешивать с разными интересными цветами, чтобы цвет играл. У меня на самом деле волосы сейчас в таком состоянии, что они требуют мастера. Почему? Потому что порошком я не осветлялась, осветлялась только красками, естественно, это будет желтый цвет, он уже у нас досюда где-то дорос, видите? Потом появляется платина. Отросли мои концы, то есть я сама уже не приведу в домашних условиях свои волосы в нормальный вид, поэтому только профессионал. Вот, сейчас я покажу, что у меня до, что у меня вообще где не прокрашено, то, что я вам никогда не показывала, еще показывала только сверху, где я достаю, крашу, а то, что у меня внизу, сейчас мы при свете вам покажем. Ну и начнем работу. А, будем чистить, осветлять на троечке, на маленьком оксиде будем осветлять. Покажу процесс. Девочки, многие считают, что эстель, если это российская краска, то она плохая. Я хочу вам сегодня показать и доказать, что это совершенно не так. Мы сегодня будем окрашивать платиновый блондин без повреждений, с уходами. Вы увидите качество волос, цвет волос и какой будет конечный результат. Просто я работаю с компанией эстель очень плотно, уже работаю на протяжении 5 лет. И мне эта марка очень-очень нравится. И я вам сегодня это покажу и докажу. С чего мы начнем, Аня, расскажите. Мы сейчас будем делать чистку от корней. Ну и где-то сантиметров 15, не трогая концы, так как концы у нас полностью платина. Вот. Мы будем чистить на 3% оксиде, чтобы при этом не повредить и не поднять сильно белый. Потому что если мы поднимем его сильнее на шестерке, то у нас будет различие. Корни будут светлее, концы будут темнее. А чем будем чистить? Мы будем чистить порошком из компании эстель с добавлением специальной ампулы, которая не повреждает при окрашивании волос. Это который хек называется? Да. Мы все знаем. Мы все знаем. Мы красоты, мы профессионалы. Вот. И вы увидите, девочки, действительно настолько цвет будет блестеть, ухоженный. Хотя вы знаете прекрасно, что в блондинке блеска очень сложно добиться. Но если это выполнено хорошо, качественно, то и блеск, и здоровье волос мы сохраним. Я на самом деле вообще очень рада, что мы будем окрашивать эстель, потому что я столько уже перепробовала в всяких оттенках. И просто знаю, что это за краска. Поэтому мне как-то как к родному пришла к чему-то. Могла сделать так, как глаз наметом за 16 лет моей рабочей деятельности. Еще одну штучку перед окрашиванием. Да, перед окрашиванием. Это фирма совершенно другая. Это фирма Шварцкоп. Но я вот только Шварцкопа беру ее. Это жидкая распылитель, который наносится от корня до по всем волосам. Это для того, чтобы защитить нам волос, чтобы волос не повредился. Мы наносим ее как при чистке, точно так же перед окрашиванием мы ее можем наносить. Сейчас. Вот такая вот штучка, девочка. Очень хорошая, всем советую. То есть она просто перед окрашиванием, да? Она перед окрашиванием. Ее наносим. Сейчас покажу. Разделяем. И вот таким способом вы перекладываете. Какого у вас сейчас на запах? Ничего себе? Запах просто. Да, у Шварцков вообще все запах. У меня есть шампуни, бальзамы. Я такой мастер, что, знаете, вот я из каждой косметики выбираю все самое лучшее. Конечно, большая часть у меня компании Estelle, но есть такие, например, штучки, которые из Шварцклопа, потом у меня есть такая фансета, Франция. Вот, тоже там масочки, масла для волос. Все, как бы, от каждого клиента. И перекладываем. Ну, я смотрю, вы делаете только корни, да? По длине еды. А, потому что мы осветляем же только корни. Мы осветляем только корни. Когда мы будем тонировать, мы нанесем в общей массе нам всю длину от корней и до конца. Песня, под которую я в училище танцевала. Слышно, интересно? Нет, наверное, не слышно. Амино, амино, лансере. Лансеро, тори-ме. Спереди не такая большая зона будет. Да, сзади оказывается у меня... Сзади у нас очень длинно, да? Состояние большое, да, которое мы делаем. Практически полное осветление. Да. Вот столько кончиков остается. Остается, оставляем. Спереди чуть-чуть. Ну, конечно, главное фасад, я же вам говорила. В домашних условиях главное фасад. И главное не крутитесь, не мотайте головы, и все будет красиво. Девочки, я только что узнала, что у Ани есть инстаграм, она ведет. И она ведет прямые эфиры там. И говорит, что если будут какие-то вопросы, вот я сниму это видео. То мы будем обсуждать, если у кого-то есть проблемы с неправильным окрашиванием. Если вы даже сходили в салон, вас неправильно окрасили, это не надо не паниковать, ничего. Я буду выходить, меня Селена отметит мой профиль в инстаграме, и я буду каждый день выходить именно с блондами, прямые эфиры. То есть, давайте вопросы, также по уходу и по всему, по всему остальному. Буду рада очень вам помочь. Вообще класс. У нас есть теперь собственный мастер, которого мы завалим вопросами своими. Не ко мне, а просто девочки к мастеру. Я ее оставлю под видео в профиле инстаграм. Очень часто девочки лечат волосы. Считают, что это лучше, что это растительное. Запомните, девочки, что после луны, пока хна не отрастет на ваших волосах, никакое красивое ровное окрашивание у вас не получится. Почему? Потому что растительный компонент очень сложно убрать с волоса. Я просто говорю, пока мы не срежем или не отрастет, я красить не буду, потому что краска не берется. Все, мы нанесли порошочек. Сколько мы теперь сидим вместе с тем, что... От 30 до 50 минут. Я буду смотреть. От 30 до 50 минут сидим. Сейчас, пока мне сделать чаек, я сижу в предвкушении. После всех моих экспериментов мне совершенно не страшно краситься эстелью и порошком на 3%. Я поняла, что это действительно бережно. Особенно, если мне до этого нанесли хорошее ухаживающее средство, которое бережет мои волосы. И еще добавили в краску вот этот хромоэнергетический комплекс от эстель, в ампулах которой. Поэтому я думаю, что здесь вообще супер-мегабережно все будет. Это приходили даже или где? Я ездила. Классно. А это у нас чемпионат мира был в Италии, в Риме. Какое место заняли? Лидия. Ничего себе. Сейчас идем смывать волосы после обесцвечивания. Мы будем пыать шампунем. 4,5 шампунь, который идет в стабилизатор цвета. Ага. Вот. Им будем смывать. И после этого будем обрабатывать бальзамом, который выравнивает структуру волос перед тем, как нам идет мир. Желтые. Так и пойду. Да. Сейчас так модно. Ах! Дальше мы тонируемся, и тут у нас целый рецепт. Это Estelle какая? Обычная, да? Это Estelle Princess. Да, есть Deluxe, есть Couture. Да. Princess. Это какой номер? Это 10,76, тут 30 грамм. Потом 10,66, которые мы красили все время. 10,61 следом. Следом 10,61. Чуть меньше 30, да? Да, чуть меньше 30. И последующий у нас 10,66 идет. Да, который мы обычно красили все время. Грамм 20. Обязательно, очень главное условие, перед тем, как мы добавляем оксид, между собой. Все перемешаем. Все тщательно мы перемешиваем. Так, троечка. Чуть-чуть сначала добавляем, чтобы не было комочков. Перемешиваем. Можно так же и на полторашки же делать? Можно на полторашки, но на полторашки мы когда вообще еще, как вот концы, например. У тебя, да? Угу. Мы делаем, можно делать на полторашки, но нам вот эту вот часть надо сделать на троечке. По ощущениям волосы, кстати, абсолютно нормальные. Я просто помню, как я Кристинку красила и после этого. Но я на девятке и фигачила черные волосы. Так, девочки, если у нас мы начинали с затылочной зоны красить, подочистили, то краску мы начинаем с теменной зоны. И делаем это настолько быстро, насколько возможно. Сколько возможно, чтобы у нас все равномерно окрасилось. Вот, кстати, Аня красит сейчас, тонируется, да, очень быстро. И она до самых концов прямо сейчас не доходит. То есть... Я просто захожу слегка, вот, слегка у меня, чтобы не было полоски. И вот уже на первой прядке у нас уже реакция идет. То есть остальные кончики, это мы уже в мойке. Да, это уже в мойке. И будем, соответственно, следить. И уже в мойке мы будем протягивать все на концы. Нам не надо, чтобы концы сильно были. Мы просто в мойке протянем это все. Я вся в предвкушении, что получится. Какое-то облегчение на душе становится потихоньку. Сейчас все эмульгируем. 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 Какого цвета? Тонировочную красочку мы смываем. Прима блонд синего цвета, да? Шампунька. И потом бальзам стабилизатор цвета. Вот такое. Что это? Это французская косметика. Это эликсир здоровый. А мы это сейчас намажем, да? Да, это мы сейчас на влажные волосы нанесем. И плюс он придаст бриллиантовый блеск. Ну что, все, мы помыли, все процедуры сделали. Сейчас будем сушить наши волосы. Посмотрим, что же получится у нас за красота. Наносим эликсир, который потом придаст блеск нашим волосам. Вот что у нас получилось. Все равно я люблю дневной свет. И для меня важно, что при дневном свете. Вот. Красота какая, лепота. Все одного цвета. Я могу делать хвостик теперь. Ну все, красота готова. Облегчение, что теперь-таки у нас наконец-таки все ровно, все как нужно. И Аня даже мне дала советы, что я могу делать дома. Так что кухня по красоте у нас будет продолжаться. Но про мастера мы, конечно, забывать не будем. Потому что есть вещи, которые я своими ручками бездарными просто сделать не смогу. Благодарим нашу Анечку. Спасибо большое. Все, девочки, до встречи. Мы были в салоне Париж. Он находится на 20-й линии. В общем, оставлю контакты все. И оставлю контакты Instagram Ане. Потому что она будет вести для вас прямые эфиры. На все вопросы отвечать, которые нужно. Очень часто мне девочки задают вопросы, как покраситься, что сделать. Вот камень. Советую. Все, приходите, девочки, и буду вас ждать. И если что-то вас очень-очень сильно тревожит по поводу ваших волос, вы можете задавать все в прямом эфире. Я вам все расскажу и отвечу. Пока. Супер. Все, спасибо, дорогая. Пожалуйста. Ну что, мои крошки, вот такой вот был поход у меня в салон красоты Париж у нас в Ростове. И я осталась безумно довольна. Мне подобрали красивый цвет, дали рекомендации, сделали уход за моими волосами. То есть все было щадяще, бережно. И мне совершенно не страшно за свои волосики было. Будем насыщать теперь пигментом новые покрашенные волосы. Так что через две недели мы с вами уже подкрасим корни и снова затонируем все волосы. Вот. Так что кухня красоты продолжается. Все, я с вами прощаюсь до следующего видео. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто в первый раз. Окрашивание – это наш фетиш. Так что оно будет продолжаться, будем красивыми. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok